Приветствую, друзья! Это Тревор Ноа. Вы знаете меня по The Daily Show, где мы обсуждаем текущие события, политику и человеческую природу. Но сегодня я хочу поделиться своей историей. Историей о двух странах, двух культурах и опыте, который сформировал мое мировоззрение. Я родился в Южной Африке во времена апартеида, в месте и времени, отмеченных глубоким разделением и неравенством. Само мое существование было преступлением, так как мой отец был белым, а мать – черной. Это уникальное воспитание воспитало во мне глубокое уважение к разнообразию и интерес к разным культурам. Позже судьба привела меня в Соединенные Штаты и Россию, две мировые сверхдержавы, с совершенно разной историей, идеологией и образом жизни. Жизнь в обеих этих странах стала для меня настоящим открытием, полным неожиданных вызовов, культурных столкновений и моментов чистого счастья. Так что пристегните ремни, мы отправляемся в путешествие, где я сравню жизнь в США и России. От улиц Нью-Йорка до шумных проспектов Москвы я поделюсь историями, наблюдениями и размышлениями, которые сформировали мое понимание этих двух удивительных стран. Приехать в Америку – это как оказаться на съемочной площадке. Высоченные небоскребы, яркий калейдоскоп культур, бесконечные возможности – все это было именно таким, как я себе представлял, и даже лучше. Мне не терпелось поймать свою американскую мечту, ту самую неуловимую мечту об успехе и счастье, которая манила к себе множество мечтателей до меня. Один из первых моих дней в Нью-Йорке идеально передал энергию и разнообразие этого города. Я шел по Таймс-сквер, очарованный ослепительными огнями и огромными рекламными щитами, как вдруг наткнулся на уличного артиста, жонглирующего горящими факелами. Пока я смотрел на него с восхищением, вокруг собралась группа туристов со всех концов света, их лица освещались мерцающим пламенем. В тот момент я прочувствовал настоящий дух Америки – нации, построенной на эмиграции, амбициях и стремлении к лучшей жизни. Жизнь в США была вихрем новых впечатлений. Я с головой ушел в стендап-комедию, выступая в маленьких клубах и на открытых микрофонах по всей стране. Американское чувство юмора с его акцентом на сарказме и самоиронии идеально соответствовало моему комедийному вкусу. Я восхищался американской трудовой этикой, неустанным стремлением и амбициями, которые пронизывали все аспекты жизни. Люди всегда были в движении, всегда стремились к большему. Это было одновременно и волнующе, и утомительно. Конечно, ни одно общество не идеально. Вскоре я узнал о социальных и экономических проблемах, которые преследовали Америку. Разрыв между богатыми и бедными был огромен, а такие проблемы, как расовое неравенство и доступ к здравоохранению, продолжали омрачать американскую мечту. Проведя несколько лет в США, я почувствовал интерес к России, стране, окутанной тайной и интригой. Меня всегда привлекали русская литература, музыка и история. И мне не терпелось познакомиться со страной лично. Мое прибытие в Москву стало настоящим шоком. Исчезли привычные удобства американской жизни. Сети быстрого питания, круглосуточные магазины, постоянный гул английской речи. Вместо этого меня ждал мир кириллицы, незнакомых обычаев и языка, которые я едва мог разобрать. Одно из моих первых столкновений с русской культурой произошло во время похода в традиционную русскую баню. Сначала я немного сомневался, но решил полностью погрузиться в этот опыт. Вскоре я уже парился бок о бок с дюжими русскими мужиками, меня хлестали березовыми вениками, а потом предстояло окунуться в ледяную воду. Скажу честно, ощущения были сильными, но в то же время невероятно бодрящими. Сидя в парилке, попивая горячий чай и слушая, как мужчины делятся историями на русском языке, я чувствовал товарищество и связь, которые не нуждались в переводе. Пятый раздел. Укращение русского медведя, культурная одиссея. Чем больше я узнавал Россию, тем больше убеждался, что это страна разительных контрастов. С одной стороны, величие Москвы и Санкт-Петербурга с их великолепными дворцами, музеями мирового уровня и богатейшим культурным наследием. С другой, суровая реальность жизни за пределами крупных городов, где бедность, коррупция и отсутствие возможностей встречаются сплошь и рядом. Я столкнулся с глубоким чувством национальной гордости среди россиян, с их преданностью своей стране и ее истории. Я также стал свидетелем того, как общество борется с наследием советского прошлого, преодолевая трудности перехода к рыночной экономике и более демократической системе правления. Несмотря на все трудности, я увидел в русских людях теплоту и гостеприимство, которые меня приятно удивили. Шестой раздел – цена свободы, стоимость жизни в США. Что касается экономических условий, то США и Россия предлагают совершенно разный опыт. В Америке стоимость жизни может быть очень высокой, особенно в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Аренда жилья, здравоохранения и образования могут съедать значительную часть зарплаты. Однако американская экономика также предлагает беспрецедентные возможности тем, кто готов усердно трудиться и рисковать. Предпринимательский дух здесь жив и процветает, и существует множество историй об иммигрантах, которые приехали сюда без гроша в кармане и построили себе успешную жизнь. Что меня поразило в США, так это изобилие потребительских товаров и услуг. От новейших гаджетов до бесконечного разнообразия продуктов питания казалось, что здесь есть продукт или услуга на любой вкус и кошелек. Седьмой раздел – рубли и реальность, как сводят концы с концами в России. В отличие от США, стоимость жизни в России в целом ниже, особенно на такие необходимые вещи, как жилье, продукты питания и общественный транспорт. Однако и зарплаты здесь значительно ниже, и многим россиянам приходится нелегко. Российская экономика сильно зависит от природных ресурсов, в первую очередь от нефти и газа. Такая зависимость от сырьевых товаров делает экономику уязвимой к колебаниям мировых цен, чему я сам стал свидетелем, живя там. Несмотря на экономические трудности, я обнаружил, что россияне невероятно находчивы и жизнестойки. У них есть талант находить нестандартные решения повседневных проблем и развитое чувство общности, которое помогает им преодолевать трудные времена. Восьмой раздел. Вне новостных заголовков – размышления о двух сверхдержавах. Жизнь в США и России позволила мне по-новому взглянуть на сложные отношения между этими двумя мировыми сверхдержавами. За политической риторикой и историями из СМИ я увидел общую человечность, которая не знает национальных границ. Я встречал простых американцев и россиян, которые были больше заинтересованы в налаживании мостов, чем стен, которые стремились к миру, где диалог и взаимопонимание возьмут верх над подозрениями и недоверием. Я понял, что несмотря на различия в языке, культуре и политическом устройстве, нас объединяют общие надежды и мечты о лучшем будущем. Девятый раздел. Узы, которые нас связывают – семья, друзья и чувство принадлежности. В конечном счете, решение о том, где жить, глубоко личное и зависит от множества факторов. Для меня компасом служат семья и друзья, которые указывают мне путь туда, где я чувствую себя как дома. И хотя я дорожу опытом и друзьями, которые у меня появились в США и России, мое сердце всегда будет тянуться к людям и местам, занимающим особое место в моей жизни. Десятый раздел. Вердикт. Где мое сердце на самом деле? Так где же я предпочитаю жить? Меня часто спрашивают об этом, но я не могу ответить просто там или там. И США, и Россия оставили неизгладимый след в моей душе, сформировали мое мировоззрение и повлияли на то, кем я являюсь сегодня. США с их динамизмом, разнообразием и непоколебимой верой в человека всегда будут притягивать меня. Это страна, где можно следовать за своими мечтами и реализовывать амбиции. Страна безграничных возможностей. Россия с ее богатой историей, сложной культурой и стойкими людьми всегда будет занимать особое место в моем сердце. Это страна разительных контрастов, где красота и трудности идут рука об руку. Страна несгибаемого духа. Одиннадцатый раздел. Гражданин мира, беру лучшее из обоих миров. Пожалуй, самый главный урок, который я вынес из своих путешествий, это важность осознания нашей общей человечности. Все мы, граждане этой планеты, связанные между собой так, как мы порой и не можем себе представить. Вместо того, чтобы зацикливаться на наших различиях, давайте радоваться тому, что нас объединяет, нашим общим надеждам, нашим общим мечтам, нашему стремлению к более мирному и справедливому миру. Давайте наводить мосты взаимопонимания и сочувствия, признавая, что наше многообразие – это не слабость, а сила. Спасибо, что присоединились ко мне в этом личном путешествии. Надеюсь, мой опыт позволил вам хоть немного заглянуть в богатство и многогранность жизни в США и России.